Доброе утро, мои дорогие! Работа работает, а ролик сам себя не снимет. Совершенно потрясающий рассвет и совершенно потрясающие здесь закаты. Доброе утро, друзья! Новый влог о последних новостях этой недели, этого сезона. В общем, из хорошего. Из хорошего мне уже сделали на работе визитки, что в принципе может означать, что, скорее всего, мой испытательный срок закончится для меня благополучно. Из суперхорошего вчера ко мне на стрижку пришла моя подписчица Аня. Да, было очень прикольно. Мы с ней общаемся. Я говорю, кстати, а как вы узнали о нашем салоне? Она говорит, я вообще-то ваша подписчица. И мне было супер приятно. Вообще потрясающая девушка. Плюс она юрист, и в нее есть разные интересные информации для наших. Я уже в своем телеграмме поделилась ссылкой. Она организовывает встречу. Может, не она, но в общем, она поделилась ссылкой. А я поделилась с вами в телеграмме. Это автология моя, все вы знаете. Встреча с иммиграционным адвокатом, которая будет прямо сегодня. Так что это из приятного. Из не очень приятного. Сейчас я вам расскажу одну ситуацию, и вы будете в тихом шоке, как и я. Все вы помните, ну, кто меня давно смотрит, кто недавно, вот тут где-то будет ссылка. Первый месяц, как мы приехали в Канаду, мы жили в доме в центре города, который мы сняли на Airbnb. Вот. Это такая предыстория. Предыстория, да. Был неплохой дом, но дом был pets-friendly. И мебель там была соответствующая названию pets-friendly. И когда мне моя подруга сказала, что здесь надо все фотографировать, чтобы потом не было проблем, я ей не поверила. Так вот, друзья мои, как только мы съехали с этого дома, хозяйка на Airbnb выставила нам счет за свои старые стулья. Мы просто были в шоке, потому что, когда мы туда заселились и увидели эти поцарапанные стулья, я говорю, вот прикольно, уже как бы видно, что дом pets-friendly, что не будет никаких проблем. Вот уже какой-то котик что-то их где-то порвал. Так вот, какой-то котик порвал, а счет прилепили нам. Еще такая маленькая предыстория. Эта хозяйка, она все время каким-то образом пыталась, все время, которое мы там жили, она пыталась у нас заработать деньги. Сначала, в тот момент, когда мы сняли этот дом, еще находясь в Варшаве, она нам предложила обойти Airbnb и в дальнейшем его снимать уже на долгосрочную перспективу без Airbnb. Мы сказали, что мы подумаем, потому что мы еще вообще в Варшаве. Потом, когда мы приехали, она вернулась к этому вопросу. Она вломила нам такую сумму, что, в принципе, за эти деньги можно было снимать на Airbnb, можно снимать хороший новый дом. Но не в этом суть. Она все время каким-то образом пыталась дополнительно заработать на нас деньги. Вот в какой-то прекрасный, в один прекрасный момент, когда мы съехали, она решила, что это джекпот и выкатила нам жалобу. Более того, она написала, что стулья новые, стульям год, и что, в общем, она такая несчастная, их требует 380 долларов на секундочку. Мы нашли, мы долго сражались. Мы сейчас продолжаем сражаться с Airbnb, потому что мы предоставили им фотографии, на которых этим стулья 2 года, потому что 2 года назад она выставляла на продажу этот дом, он уже был с этими стульями. Плюс до нас там жили постоянно люди с котами. Вот непосредственно перед нашим заездом там жил парень из Австралии с двумя котами. Мы сейчас пытаемся с ним связаться, узнать, не было ли у него каких-то таких проблем, и как выглядели стулья. Ну, в общем, друзья, на ровном месте дамочка решила заработать денег. Более того, когда она выкатила эту претензию, она нам написала, вы типа не волнуйтесь, типа вам ничего не придется платить, это мне все Airbnb заплатит. Нормально? То есть, с одной стороны, есть люди, которые всячески пытаются помочь, сделать как-то чуть проще и чуть легче жизнь, да, в чужой стране, а есть люди, которые, пользуясь случаем, вот на таких мелочах пытаются заработать. Она написала, на моих стульях новые царапины. То есть, она ведет, видимо, учет царапин. Я не знаю. Ну, в общем, и вот этот сайт, Airbnb, я в нем тоже очень сильно разочаровалась, потому что мы активно с ними переписываемся, мы скинули фотографии, где стульям два года. Мы попросили предоставить чеки от нее, где написано, что она год назад купила эти стулья. Ничего. Они просто написали, что вы должны это оплатить. Без разбирательств. Так вот, там такой дом, что там, в принципе, можно было выкатить любой счет, чтобы мы ей оплатили ремонт стен, у нее отгрызанные плинтуса, у нее на каждом метре есть какая-то проблема. Ну, вот так. Вот. Так что будьте очень осторожными. И я вам хочу сказать, когда вы заезжаете во временное жилье, и даже не во временное, все фотографируйте. И это не шутка. Вот я своей подруге не поверила. Думаю, ну как так? Как можно фотографировать в цивилизованной стране, еще на таком серьезном сайте, да? Вот так. Так что, друзья, очень будьте внимательны, потому что есть любители легкой наживы. Вот эти люди, которые думают, что раз вы приехали в незнакомую страну, то вы лох. А вы не лох. Вот. Немного творческого процесса. Вышла немножко подышать свежим воздухом. И показываю вам наш райончик. Посмотрите, какая красота. Ну здорово же. У меня сегодня такая классическая прическа очень занятого парикмахера. Very busy. Ну что, идемте. Я закончу этот творческий процесс. И дальше у меня будет еще милирование. Друзья, идемте. Посмотрим, что там. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Даже не знаю, как. Потому что это была полнейшая запись. Биток. Миллион красивых, счастливых женщин с милированием в итоге. Сейчас я отправляюсь домой. По идее, у меня дома должна ждать сумка, которую я заказала на Амазоне. У меня первый раз такой заказ на Амазоне. Я вам все покажу. Ну и потом я вам смонтирую этот блок. А пока я еду домой, обязательно посмотрите, как мы на прошлые выходные отдыхали в Кананаскесе. Невероятно красивая местность. В общем, вы кайфуйте, а я поехала домой. Добавляйте, а я в Кананаскесе. Банда! Всем привет! С Новым годом! С Новым годом! Дозаправка, кофейку, репзики. Мы едим в Порталлес. Том, вы готовы увидеть эту нереальную, нереальную красоту? Вот это безумно красивая природа. Называется эта местность Кананаскин Кантри. И вот она красота. Такой ветер, который просто, он вдувает. Смотри, у меня по льдам трепещется, как льняная рубашка. Потому что здесь очень есть как холодно. Я даже не знаю, слышно вам меня или нет. Сейчас я сделаю пару фоточек и в машину, потому что дубай. Планировала показать много-много красоты. Но мы прошли буквально чуть-чуть. Невозможно идти. Вот реально идти невозможно. Меня с моим немаленьким весом, скажем так, сдувает. Оля с малышкой вообще чуть-чуть прошли. Вернулись в машину, потому что... Ну, ребенку вообще сложно дышать в таких условиях. А мы дошли до критической точки, когда уже начали взлетать. И решили идти назад. Сейчас я постараюсь показать здесь водопад, который замерз. Здесь, вон. Замерзший водопадик. Мужчины, вот вы даже видите, собака. Собака, наверное, в шоке. И вот это озеро. Ну, красиво. Очень красиво. Как красиво. Офигеть. Нет слов. Мы ходим, ищем за куток без ветра, чтобы попить чай. Так, опять какой-то дикий лес, дикая природа. И там, кстати, могут быть... Так, все. Но мишки сейчас спят. А сегодня вот так, свежо. Мы в поиске места, чтобы было красиво и не дул ветер. Вот мы тут в этой дичайшей природе. Вроде нашли симпатичный холмик, но там опять ветер. Вот здесь ветра нет, вот мы стоим. Выходишь на холмик, ветер есть. А сейчас будет совершенно другой вид. Вот буквально мы проехали 10 минут. И вот смотрите. И вот смотрите. Равнина. Да, то есть были горы, горы огромные. А теперь равнина. Вам ничего не кажется странным? Нет вообще никакого вот диссонанса. Вот у нас просто он есть, и почему-то есть ощущение, что мы вообще уже в другой стране, потому что нету снега. Поля без снега. Едут по льду машины, посмотри. Вот она, еще природа. А как это они на лед на этот заезжают? Смотрите. Машины стоят на льду. Это получается рыбалка здесь. Какой смысл? Ага, здесь, значит, народ вот здесь рыбачит. А этот вон просто катается. А это моя тема. Чтобы разогнаться, не было рядом никаких машин. Дрифтинг, дрифтинг. Почему-то наши мужчины не хотят на машине сюда выехать. Поэтому на лед мы пришли пешком. Вот, пожалуйста. Ого, какая толщина льда. Так что, может быть, и мы рискнем, нет? Ты боишься? Не готов. А я готова. Вон, смотрите, вообще народ как чешет. Так они еще и на скорости едут. На приличной. С открытыми окнами. Не знаю. Витя не хочет. Я уже настроилась. То есть ты думаешь реально, что мы сейчас выйдем и провалимся? Нафиг. Давайте на вашей поедем. Давайте я вас буду слить. Ты не хочешь вообще провалиться ни на чьей машине? Я слежу, Алису может оставить и здесь. Давай я буду за рулем. Ну вот как. Все ездят. Никто не боится. Сейчас будут дети ехать. Тут просто солнце светит. Привязали санки к машине и будут катать так детей. Ура, мы едем, 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 едем. Ну давай, выезжай сюда. Я тебя засниму, как ты. Так, ну что, вот они поехали. Офигеть! Вот они смельчаки. Смельчак номер два. И смельчак номер один. Дрифт на льду. Сейчас я сяду за руль. Может быть, но это не точно. Крутяк! Вот это крутяк! Вау! Так, кто-то возле меня еще едет. Кто тут у нас дрифтует? Виктор на дрифте! Главное, чтобы он сейчас меня не сбил. Ну как? Я хочу сесть за руль. Экстрим-шоу продолжается. Такое необычное ощущение. Ребята наши дрифтуют. Я смотрю. Подальше от других машин. Подальше от других машин, да. Сейчас я ребят сниму. Офигеть! Витя сказал, на всякий случай не пристегиваться. Потому что если вдруг мы уйдем под воду... Это что, можно прямо вот так вот кружиться? Ну, давай, кружи них. Супер дрифт! Короче, Витя сказал не пристегиваться, что если мы уйдем под воду на наше еврейское счастье, чтобы мы могли как-то выбраться из машины. Класс! Выходные! Как это приятно, как это здорово, как это классно! О, мой хасбенд! Хасбенд меня уже ждет! Заждался! Скажи хай-влог! Хай-влог? Вам тут Санта еще кое-что принес. Я знаю! Это дома осталось? Нет, это здесь. Вау! Сейчас покажешь! Это то, что я заказывала? Это то, что лежало под дверью. Я не знаю, что ты заказывала. Но это сумка. Я три заказывала. Ну, ну... Окей. Распаковка. Итак, первый раз в жизни на сайте Амазон я сделала заказик для души и дела. Я хотела большую сумку. И пришла вот такая. Сейчас я ее разложу. Вроде симпатичная. Мне нравится цвет. Рыженький. Я хотела рыженькую кожаную сумку. Вот такая вот для дамочки сумочка. Но она еще не просто... Ну, здравствуйте. Распаковка без кота. Это вообще не распаковка. Дальше. В этой сумке есть еще сумка. Эльф, тут для тебя вообще ничего нету, если вдруг что. И еще одна сумка. Та-дам! Распечатываем их. Безжазно. О, вот такая вот, наверное, если что, выйти по-быстричку. Это уже симпатично получается. Тут просто у нас есть еще любители распаковки, любители шуршончика. Это, в общем, вот такая вот еще одна маленькая сумочка. Ой, в ней еще что-то есть. Да что ж такое? В ней еще такая вот ручечка есть. В общем, ну так, для телефона выйти по-быстричку. И, судя по всему, еще кошелек. Так, ладно, распечатываем. О, да, довольно-таки милый. Без фокуса нет. Вот такой кошелечек. Как раз мне был нужен. Вот. Да. Все крайне симпатично. Мне нравится цвет. Дизайн. Так что, сейчас я их чем-нибудь, что-нибудь в них затолкаю, чтобы они расправились. И вполне приличные сумочки. Здесь, значит, внутри несколько отделений, на змеечках. Все культурно. Вот. Вот. Вот, так что, друзья, вот такой у нас экспресс-влог. Я обещаю исправиться. И справиться. И снимать больше. Много интересней. Просто эта неделя была очень сильно загруженная, да. И вот кот говорит, да. Хай-влог, все дела. Все, дорогие мои. До новых встреч на моем канале. Не забывайте подписывайтесь. Лайк. И внизу ссылочка на мой телеграм. Там, где мы с вами болтаем. Лайк. 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 Лайк.